Всем доброе утро! Коллеги, мы начинаем наш вебинар «Секреты IP-телефонии в Bittrex24». Представлю, кто сегодня для вас работает. Меня зовут Татьяна Москович, я менеджер по работе с корпоративными клиентами по продуктам 1S Bittrex. С удовольствием представляю вам нашего ведущего Дмитрия Суслов, директор украинского и белорусского офисов компании 1S Bittrex. Всем доброе утро! И Евгений Шелинков, ведущий специалист отдела коммуникации в реальном времени 1S Bittrex. Немного слов о нашей компании. Всем доброе утро! Softkey Украина работает 12 лет на рынке IT Украины. Мы занимаемся как программным обеспечением, так и оборудованием. Мы самый крупный интернет-магазин лицензионного программного обеспечения. В нашем каталоге более 900 бендеров. Вам всегда помогут наши сертифицированные специалисты. Мы являемся партнерами Bittrex. Если перед вами будет стоять задача построить корпоративный портал, мы с радостью поделимся опытом и поможем установить и настроить портал для вашего предприятия на базе Bittrex 24. И я передаю слово Дмитрию Суслову. Коллеги, доброе утро еще раз. Я расскажу вкратце, о чем мы сегодня говорим. Во-первых, я расскажу немного о возможностях, которые дает телефония внутри нашего сервиса и продукта Bittrex 24. Я покажу несколько сценариев, с которыми можно использовать телефонию в нашем продукте и сервисе. Затем Женя Шевенков покажет настройки телефонии, которые позволяют на все 100% полноценно использовать данную функциональность в нашем продукте. А затем мы немножко поговорим о том, как быстро можно подключить. Сегодня мы не будем затракивать тему детального подключения АТС, мы в принципе не занимаемся такими настройками. Если вам нужно будет настроить ваш АТС, скажем, с внешними телефонными линиями, то лучше обратиться к компаниям, которые специализированно занимаются. Сегодня мы расскажем все, что касается телефонии в продукте Bittrex 24. И в конце мы сможем ответить на все ваши вопросы, и я и Женя постараемся вам помочь. Итак, что такое Bittrex 24 и телефонизм? Во-первых, внутри Bittrex 24 вы сможете совершать телефонные звонки вашим коллегам. Даже если ваш коллега офлайн добирается на работу, где-то в командировке у клиента, звонок можно будет перетарисовать на его мобильный телефон. Не нужно искать никакой мобильный телефон, потому что все контактные номера доступны в профилях в нашем чате, в нашем бизнес-мессенджере. И, конечно же, во время звонка вы сможете общаться с коллегой с помощью мессенджера, работать с другими приложениями. Это никак не мешает таких. Вы можете совершать исходящие телефонные звонки. Например, перенаправить вызов на мобильный телефон сотрудника, если его по какой-то причине нет на месте. Вы можете совершать звонки на любые городские, мобильные, стационарные номера за границу по тарифам вашего оператора. Или совершать звонки из CRM, заниматься в записи телефонных разговоров и, естественно, хранить историю звонков для коммерческих коллегов планов. Входящие телефонные звонки. Ну, здесь входящий номер без ограничения линии. И это действительно правда. Вы можете просто связаться с своим оператором, купить столько линий и телефонных номеров, сколько вам требуется. И в этом случае, конечно же, все они будут работать внутри вашего битрик 24. Все входящие бесплатно. Вы можете арендовать городские номера. В случае, если речь идет о телефонии совместно с Киевстаром, то это актуально для пяти украинских городов. Киев, Днепропетровск, Харьков, Одесса и Львов. Вы можете настроить правила обработки входящих звонков. Присвоить внутренние номера для всех сотрудников. Там огромное количество пола этих номеров. И Женя будет очень ритмально рассказывать, как это можно сделать. Мы расскажем, как перенаправлять вызовы между сотрудниками компании. Вы не пропустите никакие звонки, потому что получите нотификацию, даже если звонок не был принят менеджером отдела продаж. Все разговоры, входящие и сходящие, естественно, можно записывать. Хранить историю всех звонков, входящих, сходящих, пропущенных. Получать аналитику, статистику по всем звонкам. И, конечно же, автоматически определять клиента в CRM. Кстати, интеграция с CRM – это одна из самых востребованных функций для телефонии PZEK24. То, что очень выглядит в телефонии у наших клиентов. Ну, во-первых, можно позвонить напрямую клиенту с CRM. Можно автоматически приезжать клиента во время входящего звонка. Я сейчас покажу несколько видео, которые показывают, как работают эти сценарии. Вы можете работать во время звонка по текущим каким-то вопросам. Даже если человек вам позвонил, вы тут же видите список дел, список сделок, по которым вы с ним взаимодействуете. А тут же можете увидеть череда, связанные с этим номером, с этим человеком или контрагентом. Вы можете автоматически фиксировать звонок в виде дела в CRM. Ну, и, конечно же, файл с записью разговора с клиентом будет приложен к делу карточки для этого клиента, для этого человека. Вы можете новые номера тоже добавлять в CRM, как контакт или лид. Естественно, они будут фиксироваться в вашей системе по организмам отношения с клиентом. Ну, и автоматически создаете лид в CRM по звонкам, например, даже по пропущенному звонкам может создаваться лид, который вы потом можете с помощью бизнес-процесса передать любому из менеджеров вашего отдела оправдывающего. Сейчас я покажу несколько сценариев работы нашей телефонии. Ну, вот пример. Обратите внимание, что входящий звонок неизвестного клиента. Добрый день, интерагент сослушает. Добрый день. Меня зовут Светлана Приступа. Меня интересуют дуры по Европе. Где-то на середину ноября. Светлана, подскажите, вас интересуют автобусные туры? Да, автобусный тур на 14 дней на 15-16 ноября. Светлана, спасибо большое за обращение в нашу компанию. Через 10 минут я перезвоню вам и предложу самые выгодные варианты. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Что во время звонка входящего клиента от неизвестного нового клиента менеджер отдела продаж тут же смог заполнить карточку этого нового клиента, спросить имя, фамилию, выбрав товар, в данном случае услуга, которая требовалась с каталога товаров внутри CRM. Таким образом, пока шел разговор, вы смогли создать полноценную карточку клиента. Сына не вторая. Это звонок уже существующего клиента. Добрый день, Светлана. Как вы отдохнули? Здравствуйте. Хотела сказать вам огромное спасибо. Отдохнула просто прекрасно. Мы очень рады. Прощайтесь к нам еще. Спасибо. Обязательно. До свидания. До свидания, Светлана. И вы видели, что во время входящего звонка имя, фамилия этого человека тут же бы свечивалось на экране менеджера продаж. Сына третий. Звонок своему коллеге, либо просто звонок на руку телефон из ваших. Звонок. Звонок. Привет, Светлана. Дима, привет. Привет, Анна. Подскажи, а когда ты в офисе сегодня будешь? Да подъезжаю уже практически, через пару минут. Все, тогда ждем тебя. Да, до скорой встречи. Пока. Пока. И вы видите, как легко совершать такие звонки из простого, понятного и удобного интерфейса B324. Ну, а сейчас мы попросим Женю Шиненкова рассказать о том, как же получить, как же изменить все эти возможности из нашего сервиса продукта, каким образом нужно настраивать номера и, в общем, настраивать все телефоны B324, для того, чтобы получить максимальные возможности от нашего сервиса. Здравствуйте, коллеги. Расскажу вам про настройки. Секунду. Для того, чтобы настроить ваши номера, нужно перейти на страницу управления номерами. Здесь вам будут доступны все номера, которые вы подключили у оператора. Для каждого номера можно настроить свою очередь, свои правила. Тем самым можно работать, допустим, в нескольких городах с разными настройками. Ну, давайте перейдем конкретно к настройкам. Что нам здесь доступно? Доступно, на самом деле, достаточно большое количество опций. По умолчанию мы включаем самые-самые востребованные. Первый пункт – это обработка добавочного номера. Зачем это нужно? Когда клиент вам звонит, он может, если знает, набрать определенный номер, чтобы связаться сразу с определенным менеджером. Допустим, вы оставили координаты начальника отдела и еще кого-то. И после набора номера человек вводит 444 и попадает куда надо. Здесь, соответственно, можно выбрать, что произойдет, если этот сотрудник не смог ответить. тогда мы можем перенаправить звонок в очередь, либо направить звонок на мобильный телефон этого сотрудника. Далее, один из самых важных элементов нашей телефонии – это интеграция в CRM. За это отвечает второй блок. Здесь настройки очень похожи. Собственно, можно сделать, что автоматически при звонке с неизвестного номера будет создаваться рид. То есть вам не потребуется ходить и вручную его создавать. Также можно указать, какой источник этого рида. Допустим, у вас есть несколько номеров, и один номер вы указываете на сайте, другой номер вы указываете в ристовках, которые вы раздаете на улице. И для каждого номера вы можете указать, что, допустим, этот звонок был с сайта, этот звонок был с рекламы на улице, и, соответственно, отслеживать источники, откуда больше у вас звонков происходит. Опции. Сначала, после звонка, как только он определяется по CRM, мы попытаемся направить этот звонок на менеджера, который уже работал с ним. Собственно, вот эта возможность, она не всем нужна, ее можно отключать. Это вот, собственно, вот эта опция. Если человек не ответил, который должен был ответить, то по умолчанию мы этот звонок перенаправляем в очередь менеджеров, которые отвечают за этот номер. В очередь можно добавить всех сотрудников компании, которые вам нужны, и звонок будет распределяться по умолчанию равномерно. Равномерно это значит, что сначала звонок поступает на одного менеджера. Если он не отвечает или занят, звонок перенаправляется на другого менеджера, и так происходит, собственно, по кругу. Варианты очередей существуют разные. В данный момент у нас существует три разных способа распределения. Это равномерное распределение, когда звонки поступают на весь отдел, который указан в очереди, равномерно, чтобы никого там слишком много не нагружать. Второй порядок, он больше подходит для каких-то гостиниц, например, когда звонок сначала должен поступать на ресепшн. В случае, если сотрудник ресепшна не ответил, звонок должен пойти дальше. Это вариант строго по очереди. Существует третий вариант очереди, это одновременно всем. Обычно такой используют в отделах продаж, когда поступивший звонок сразу направляется на всех сотрудников. И, собственно, кто первый поднимет трубку, с тем абоненты будут разговаривать. Возможно сделать следующую настройку, чтобы, если у вас коммерческий тарифный план и вам доступен учет рабочего времени, вы можете указать, что пока сотрудник не начал рабочий день, звонок на него не направляется. Это актуально при больших отделах, когда нужно, чтобы звонок быстро-быстро направлялся на нужного человека без ожидания. Четвертая опция – это обработка пропущенного вызова. Если клиент ваш не дождался, что кто-то из сотрудников в очереди ответил, либо никого в очереди нет, допустим, все разговаривают и сейчас нет доступного сотрудника. Можно такой звонок отправить автоматически на автоответчик, либо перенаправить на какой-то специальный номер. Допустим, вы укажете, чтобы все такие звонки переходили на другую очередь. Тогда вам нужно будет указать другой номер и, собственно, перенаправить его на какой-то из очередей. Также можно сделать бесконечную очередь, когда, если все сотрудники заняты и никто не может ответить, чтобы звонок ожидал первого освободившегося менеджера. Такая очередь обычно используется в клиниках, когда число людей в очереди ограничено, а количество абонентов, которые хотят с вами поговорить, достаточно много. Тогда необходимо выбрать опцию «Направить обратно в очередь» и абонент будет ожидать, пока кто-нибудь ответит. Следующий важный пункт – это запись телефонных разговоров. По умолчанию оно выключено, потому что оно зависит от ваших правил внутри компании, можете его записывать или нет, но и также от законов вашей страны. На территории Украины обязательно нужно предупреждать абонента перед тем, как вы хотите записать его разговор. У нас для этого есть специальная опция – проигрывать предупреждение о начале записи. и тогда перед тем, как ответит сотрудник, ему будет сказано, что ваш звонок записывается для улучшения качества обслуживания. Следующий пункт больше требуется для отчетности – это оценка качества обслуживания. После того, как ваш сотрудник поговорил с клиентом, клиент может оставить оценку этому разговору. После окончания разговора ему предложат ввести на своем телефон-аппарате цифру от 5 до 1, чтобы сказать, что ему очень понравилось с вами общаться, и вы тогда смогли премьеровать таких менеджеров. Кроме этого, доступна возможность ограничить звонки во нерабочее время. Но чтобы абоненты не ждали, сразу вы указываете, что режим работы у вас с 9 до 8, и после этого все звонки, которые поступают не в это время, автоматически переходят в автоответчик. Здесь вы можете загрузить специальную мелодию, которая будет проигрываться и говорить, что наша компания работает со старки до старки. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение, мы вам обязательно перезвоним. Записи разговоров. Также можно, не записи, а мелодии. Мы сделали для всех клиентов Bitrix24 рецензионные мелодии и приветствия, и мелодии ожидания, то есть вы можете использовать либо загрузить свои. Я не знаю, будет ли слышно. Поэтому можно использовать нашу телефонию практически не затрачивая время на настройки ни по поводу записи, ни по поводу каких-то технических, очень сложных вещей. После того, как вы настроите и сохраните, все эти настройки применятся и ваши клиенты уже будут обрабатываться так, как вам нужно. Дмитрий, есть что добавить? Женя, у тебя все? Ну, про настройки все. Еще есть очень важная опция – это телефонные аппараты. Я бы хотел... Пожалуйста, напишите телефонные аппараты, потому что наверняка друзьям будет интересно. С нашей телефонией вы можете общаться как из браузера, так и из нашего десктопного приложения, но доступна еще очень важная функция – это работа с телефонными аппаратами. Если у вас есть телефонный аппарат, это должен быть обязательно IP-телефон, вы его можете подключить к своему Bitrix24. Для этого перейдите на страницу «Телефонные аппараты», там очень детально написано, какие телефоны, как подключать. Вы все это сможете увидеть. Если вкратце, вам необходимо перейти в раздел «Сотрудников» внутри телефонии. Возле необходимого пользователя нажимаете «Изменить». В пункте «Подключить телефонный аппарат» мы переключаем, что он будет доступен. И получаем доступ, который необходимо прописать в вашем телефонном аппарате. Возле того, как вы его пропишете, все звонки, входящие и исходящие, вы сможете совершать с телефона аппарата намного быстрее, чем на самом деле из браузера. Потому что звоночек поступает на телефонный аппарат напрямую. Но при этом телефонная карточка, если у вас открыт браузер или тестопное приложение, будет все так же показываться, и вы сможете очень удобно и комфортно работать. Ну, наверное, все, что я хотел сказать про настройки телефонии. Женя, спасибо тебе. Оставайся пока на связи, будем отвечать на вопросы. Какие же есть варианты подключения телефонии для украинского Bitre24? Ну, во-первых, вы можете подключить свою собственную АТС, будь то облачная или офисная АТС. Второй вариант, который мы запустили буквально в конце августа совместно с компанией «Киевстар», это аренда городского стационарного номера в 5 городах, как я уже говорил, Киев, Одесса, Львов, Днепропетровск и Харьков. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества. Например, вы можете подключить Bitre24 телефонию от других операторов. Сначала вы должны поделиться, какой вариант – это облачная или офисная АТС. Дальше вам нужно подписать договор соответствующим операторам телефонии, приобрести АТС, настроить ее, ежемесячно приобретать SIP-коннектор, который конвертирует IP-трафик в WebRTC и обратно. Ежемесячно это стоит 199 гривен для управления специальная цена. Дальше вы настраиваете интеграцию облачной или офисной АТС. Документация по настройке АТС находится вот по этой ссылке. Там вы сможете видеть отдельно ссылки на настройку офисной или облачной АТС. После этого вы начинаете принимать и совершать звонки. Есть и второй вариант – это встроенная телефония от Киевстар. Здесь все предельно просто. Подаете заявку, с вами в течение трех часов связывается сотрудник корпоративного отдела компании Киевстар, подписываете договор. Как только компания Киевстар получает подписанный с вашей стороны договор, то тут же в вашем кабинете для вас включают телефоник. Никаких настроек, никаких подключений. Вы просто начинаете принимать и совершать звонки внутри вашего библиотека. Единственное, настраиваете все правила и условия, о которых рассказала Женя. И с этого момента вы можете принимать входящие и исходящие звонки. Повторюсь, услуга доступна совместно с нашим партнером компанией Киевстар. Я вам покажу, как подать заявку внутри вашего библиотека, как подать заявку на подключение телефонии. Расстел телефония, управление номерами, арендовать номер. Дальше вы заполняете всего лишь пять полей ваше название, имя, код КПО или ИНН, контактный телефон, контактный адрес электронной почты и нажимаете на кнопку «Отправить заявку». В этот момент сотрудник корпоративного отдела компании Киевстар получает эту заявку, в течение трех часов связывается с вами, рассказывает вам о всех доступных таинственных планах, о всех возможностях подключения, высылает вам список документов, которые вам необходимы для подключения. В течение какого-то времени вы подписываете договор, отправляете его в компанию Киевстар. И, как я говорил, ставит вам галочку «Присваиваю вам номер», приписываю. С этого момента вы можете работать с телефонией B4, не совершая больше никаких настроек. Все действительно вот так вот очень просто, как я и рассказываю. Ну, в общем-то, если у нас есть вопросы, то мы с Женей готовы на них ответить. Есть у нас вопросы? Давайте посмотрим, как подключить номер. Ну, об этом мы уже рассказали. С какими операторами связи можно совместить работу? Если речь идет о операторах IP-телефонии, не встроенной телефонии, то это любой оператор, у которого есть услуга IP-телефонии. Важно, что этот оператор должен находиться на территории Украины. Ну да, это связано, в общем-то, с нашим законом о связи, для того, чтобы не возникал международный трафик, так называемый. В любом случае, IP-телефония является таковой и соответствует законам Украины, если ваша точка, ваш собственный сервер и наш сервис, он находится физически на сервере телефонии в Украине, если они все находятся на территории Украины. В этом случае вы сможете, конечно же, подключить услугу IP-телефонии внутри Питерина 4. Усредненное требование к серверу офиса... Жень, ответишь на этот вопрос? На самом деле, нужно, чтобы Александр уточнил, что конкретно требуется, потому что вся телефония у нас облачная, она не располагается у вас на сервере, поэтому требования к серверу мы никаких не предъявляем. И, собственно, все записи разговоров хранятся на портале Bitrix24. Нужно уточнение, что имел Александр в виду. Планируется ли поддержка GSM-шлюза в телефонии Bitrix24, чтобы не использовать свой сервер телефонии? Буквально позавчера у нас был бизнес-завтрак с компанией Kyivstar. Очень многие задавали вопрос по поводу GSM-шлюзов. Здесь мы, к сожалению, вынуждены подчиняться законам Украины. Дело в том, что по закону Украины о связи GSM или мобильные номера не являются IP-телефонией в понимании закона о связи. IP-телефония только стационарные или городские номера на территории Украины находящихся. Поэтому, как бы не хотели наши мобильные операторы подключать к сервису, подобному нашему, мобильные номера, заводить их или раздавать, к сожалению, закон Украины о связи запрещает это делать в явном виде. Если что-то изменится в законодательстве, нет никаких технологических ограничений в нашей платформе или у мобильных операторов для того, чтобы даже без использования GSM-шлюза просто в нашем сервисе использовать мобильные номера. Поддерживает ли система работу в терминальном режиме? Жень, ты знаешь, о чем это? Да, я понимаю, о чем это речь. Расскажи, пожалуйста. Если речь идет про наше десктопное приложение или про браузер, то, к сожалению, такие звонки не будут работать. Дело в том, что все звонки у нас через браузер десктоп работают через технологию WebRTC. Она требует, чтобы это приложение работало именно на компьютере, а не как тонкий клиент. Но вы можете подключить телефонный аппарат. Тогда никаких проблем не будет со звуком. Он подключается напрямую к сервису. И в терминальном режиме у вас будет отображаться карточка звонившего. Вы сможете поставить на паузу, перенаправить на кого-то. Это будет работать. А сам разговор будет идти через телефонный аппарат. Можно без телефонного аппарата обойтись, установить программу SoftPhone именно на ваш тонкий клиент. Я думаю, что он сможет потянуть такую программу. Ну вот, собственно, два варианта. Я так понимаю, вопросов больше нет? Коллеги, если вопросов больше нет, тогда передаю слово Татьяне. Всем спасибо за внимание. А вот еще у нас есть один вопрос. Возможно ли бесшовный переход разговора софтфона на аппаратный телефон? Жень. Ну, пока мы не делали перенаправление с одного устройства на другое, в планах есть. Мы думаем о таких. Мы сейчас будем делать, а совсем скоро выйдет обновление нашего мобильного приложения, в котором будет телефоннее. Это вот скоро, уже буквально через месяц. И мы там попробуем сделать бесшовный переход разговора с браузера в мобильный телефон, с мобильного на телефонный аппарат. Будем пробовать. Пока этого нет, но в планах это есть. Жень, я правильно понимаю, что у нас появится возможность принимать звонки в B324 просто на мобильном телефоне? Да. В нашем приложении. Вау. Это очень здорово. У нас есть еще вопрос по стоимости. Здесь отвечу я. Все телефонные звонки будут согласны тарифам вашего оператора. Если это подключенная телефония стороннего, любого оператора, в этом случае нам вы платите только ежемесячно за SIP-коннектор стоимость 199 гривен. Все же остальное исключительно по тарифам вашего оператора. Если еще это встроенная телефония от Киевстара, здесь тоже только по тарифам IP-телефонии для Киевстара. Ссылочки на тарифы есть детально на нашем сайте B324.ua в разделе «Телефония». И, опять же, тот менеджер корпоративного отдела компании «Киевстар», который с вами свяжется, подберет вам наилучший тарифный план для вашего объема разговора. Подскажите, возможно ли подключение к одному аккаунту? Вижу следующее вопрос на мне. Жень, видишь здесь двух или более АТС остались одновременно? Да, да, да. Расскажи, пожалуйста. Тут я бы, в принципе, остановился более подробно по поводу подключения SIP-АТС. У нас доступно два варианта подключения АТС. Это облачные решения, в которых не требуется каких-либо настроек. Таких телефонных номеров мы можем подключить пять штук. Это ограничено на тарифном плане. Если вы хотите подключить АТС Asterisk, это, я понимаю, офисный АТС, на офисный АТС у нас нет ограничений. Вы можете подключить два, более десять таких АТС и работать с ними одновременно. Одновременно при входящем звонке у всех будет работать, но исходящий звонок будет работать только с одного номера, который выбран по умолчанию. Для каждого сотрудника, кто совершает звонки, можно выбрать, с какого номера он будет делать исходящий звонок. Тем самым вы сможете настроить, допустим, если у вас два офиса, один на Украине, второй находится в США, вы можете сделать, что один сотрудник будет звонить от номера Соединенных Штатов, другой от номера Украины. И тогда так разделить собственное общение. Здорово. Вопрос, будет ли Bitrix24 на Windows Phone? Насколько я знаю, таких планов нет. Жень, я прав? Да, все верно, пока не планируется приложение по телефону. Планирую. Не совсем по телефону. Когда будет осенний релиз Bitrix24? По-моему, через месяц. Насколько я помню, это или конец октября, или начало ноября. Если у меня запущено приложение на телефоне, в браузере на ПК и стоит аппарат, звонок, переадресованный, пойдет на какое устройство? А приоритет в данный момент у нас на телефон-аппарат. Но в случае с мобильным телефоном, как только подключается телефонный аппарат, звонок на самом деле поступает и в браузер, и в десктопное приложение, и в телефонный аппарат. Звонит телефонный аппарат, вы с него можете ответить. Также вы можете, если нет у вас сейчас возможности, ответить через браузер и десктоп. То же самое будет с мобильным телефоном. То есть возможность ответить будет в любом устройстве, которое у вас сейчас доступно. Больше вопросов нет, судя по всему. Если больше вопросов нет, тогда всем спасибо за внимание и до скорых встреч на наших следующих вебинарах. Друзья, спасибо, что были с нами. Пользуйтесь B324, пользуйтесь телефониями в нашем сервисе. Все действительно просто и очень здорово расширяет возможности и CRM, и корпоративного портала в целом. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok